Здравствуйте, уважаемые зрители! Нам приятно встретиться с вами на программе «Познаем истину». Вместе с вами мы будем сегодня познавать истину, и читать Слово Божие, открывать эту удивительную книгу вместе с гостями нашей студии. Тема нашей встречи сегодня – «Святой Дух, Слово и молитва». Мы сегодня будем больше говорить о молитве. У нас в гостях Татьяна Левина, дизайнер, и также у нас два пастора сегодня в студии. Это Сергей Арестов и Максим Каминский. Здравствуйте, друзья! Давайте вначале мы прочитаем такой основной текст нашей беседы. Послание апостола Павла Кремлина, 8 глава, 26 и 27 тексты. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Спасибо, Татьяна. Мы на протяжении уже нескольких встреч говорим о Духе Святом, и сегодня мы говорим о влиянии Святого Духа на молитву или участие Святого Духа в нашей молитве. Вначале хотел бы спросить вас, вы по жизни больше рассчитываете на себя, на свои силы, или на других людей? Наверное, как мужчина я больше рассчитываю на себя. На себя, на свои силы. Это не значит, что я не прибегаю к помощи других людей. Татьяна, ну вы как представитель слабого пола, вы на кого больше надеетесь? Ну, конечно, не на себя, да. Все-таки, да, как человек слабый, да, очень часто как раз прибегаю к помощи мужчин, особенно в каких-то делах, что касается ремонтных работ, вот каких-то таких вещей. Ну и как человек уже давно в церкви, конечно же, обращаюсь к Господу. Без Него просто никак. Конечно. Почему мы боимся просить о чём-то других людей? Вот просьба, прошение – это показатель вообще твоей слабости? Либо у нас есть какие-то печальные опыты, когда нам отказывали в определённой просьбе, и поэтому вновь оказаться вот таким посмешищем, может быть, для других людей, это останавливает нас спросить о чём-то. Всё-таки, когда ты обращаешься за помощью, это действительно показатель слабости твоей? Это не всегда показатель слабости, но мы так воспринимаем. Люди так воспринимают, что показывают свою слабость, а может быть, свою уязвимость в какой-то мере, когда мы просим помощи у других людей. Может быть, даже, как бы, боясь много, зачастую боясь разочароваться, когда мы попросим кого-либо и услышим отказ в свой адрес. Поэтому не желая травмировать себя, свою душу, свои чувства, мы… Ну а почему бы не признать правду, что, да, когда я кого-то о чём-то прошу, я признаю свою слабость? Это же вполне логично. Ну да, я не могу в данный момент. Если я не могу что-то сделать, если я не могу поднять тяжёлую сумку и прошу кого-то об этом помочь, я что, не признаю свою слабость, что ли? Это очень страшно для человека. Почему? Потому что, когда мы кого-то просим, мы попадаем в зависимость от этого человека. Мы, как бы, говорим, декларируем, что мы зависим от него. Человек по своей сути не хочет не зависеть ни от кого, ни от одной личности. Он думает, что он сам творец своей жизни, вершитель своей… Сам достаток. То есть я не буду просить другого, потому что, если я его прошу сегодня, он меня будет просить завтра, я не хочу, да, чтобы это было. Хотя, действительно, мы… Действительно, во многих моментах мы слабы, в этом нет ничего зазорного, если ты попросишь о чём-то другого человека, может быть, который больше разбирается в чём-то. Но вы вначале говорили, Максим, ну я же как мужчина, я же должен рассчитывать на свои силы. Я вижу, как иногда мужчины, они просто, ну, как говорят, вытягивают из себя последние жилы, но всё-таки не просявывают другого помощи. Нужно ли с нашей стороны доверять тем, кто просит верить их обещаниям? Например, одалживая деньги, вы должны реально понимать, что у вас могут возникнуть очень серьёзные проблемы по возврату ваших кровно заработанных. Ну, лично я, когда одалживаю деньги, я всегда с ними прощаюсь. Вы изначально, да? Да, вы прощаете всё. Это не приглашение одалживать у меня деньги. Это мой просто, я говорю о том, что есть у меня такой принцип. Мне всегда очень приятно, когда мне возвращают деньги, которые я одолжил. Но, честно говоря, я так понимаю, что, может быть, в чём-то это даже такой христианский долг, если ты что-то сделал человеку или что-то отдал человеку. Ну, будь готов, может быть, этим даже и пожертвовать. Ну да, к сожалению, наша жизнь такова. Я с Максимом согласна. Если дал денег, то готовься к тому, что их не вернут. Ну, если мы говорим всё-таки не о деньгах вообще, нужно ли с нашей стороны доверять тем, которые просят нас о чём-то вообще верить действительно их определённым обещаниям? Стоит ли это делать? Либо, потому что здесь вот то, что вы сказали, это, наверное, какой-то определённый негативный опыт жизни. Человек просит, клянётся, там, Максим, Олег, выручи, вот всё, отдам, завтра перешлю. В моём жизни тоже было кроме количества моментов. Просто показывает удостоверение. Слово офицера. У меня был такой момент, когда подполковник показал своё удостоверение. Я же офицер, вы должны верить. И всё. И на этом, когда получил деньги, человек и исчез. Всё-таки нужно доверять людям? Доверять людям? Не помогать им при этом? В добродетели Священное Писание говорит, нужно быть рассудительными. Доверять людям, конечно же, нужно. Помогать людям обязательно необходимо. Всё нужно делать по мере сил, возможностей. Если ты что-то можешь сделать человеку, то сделай. Но зачастую, как говорят, не нужно человека кормить рыбой. Надо научить его ловить эту рыбу, дать ему удочку, чтобы он самостоятельно смог справиться с ситуацией. Поэтому, мне кажется, что вот этот есть выход. Ты помочь можешь не так, как человек ожидает от тебя. И это будет гораздо большей помощью для него, нежели то, что он просил изначально. А сегодня мы говорим о молитве. А вы думаете, Бог действует таким же образом? То есть, Он не даёт нам рыбу, а удочку, когда мы о чём-то просим, Он говорит, так вот, пожалуйста, удочку давай вперёд на речку, лови. Отчасти, кстати, так. Может такое быть? Отчасти, да. Я тоже только что об этом подумал, что иногда действительно так и происходит. Я говорю, Господи, дай мне терпение. И у меня случаются такие обстоятельства, которые меня учат терпению. И я спрашиваю Бога, Боже, почему у меня одно, второе, третье на меня навалилось? Так я же просил его научить меня терпению. Вот он меня и учит. То есть, он не просто вложил это терпение в меня, а, как мы говорим, дал удочку, с помощью которой я могу это терпение выудить из жизненного моря. А нужно ли, можно ли что-либо обещать Богу? Обед библейский, да? Да, вот мы говорим библейский обед. Когда мы молимся, а мы сегодня говорим о молитве, мы о чём-то просим. Есть люди, которые желают получить просимое, они даже говорят «Господи, пожалуйста, услышь, помоги, я тебе обещаю». Ну да, в Библии много примеров. В этом есть опасность, нужно и можно ли это делать? Мне кажется, здесь надо очень серьёзно подходить к этому вопросу, потому что всё-таки Бог – это Бог. Но если расценивать молитву как общение с Господом, то, в принципе, мы же, общаясь друг с другом, можем что-то пообещать, да? Можем, правда, не выполнить. По отношению к Господу, если что-то пообещал, надо обязательно выполнить. То есть, то, что пообещал Богу, обязательно исполняет, то, что пообещал человеку. Я хотел бы здесь чуть-чуть, да, как бы развить. Я на самом деле как бы не сторонник того, чтобы давать обеты Богу, давать обещания Богу. И всегда меня сдерживает осознание своей немощи, осознание своей слабости. То есть, вы можете это не выполнить, вы боитесь, да? Я понимаю, что я не могу выполнить это, если Бог мне не позволит этого выполнить. Бог совершает все через себя. Поэтому я как бы по-другому действую. Я прихожу к Богу и говорю, Господи, я хотел бы это сделать. Я желал бы это совершить. Это мое желание, это мое стремление, это мое сердце. То есть, я не говорю, я это выполню. Потому что, кто я такой? У меня на четыре десятых поднимется градусы в моего тела, и я уже лежу. и заболел, и все, не могу встать, ничего не могу сделать. Всего какие-то четыре десятые. То есть, насколько хрупкий, насколько тонкий организм человека. Но когда я говорю, Господи, я желаю, я хочу, и когда я вижу все, все обстоятельства сопутствуют тому, чтобы это можно было сделать, у меня еще больше получается вдохновение, прилив сил, радости, потому что это не я делаю, это Бог благословляет, Бог помогает мне совершать то или иное действие в жизни моей или других людей. Но в определенном моменте жизни все-таки обещания Богу мы должны дать, потому что, когда стоит все-таки вопрос да или нет, иногда невозможно занять нейтральную позицию, потому что, когда ты имеешь отношение с Богом, безусловно, ты надеешься на Божью помощь, но некоторые люди, они боятся сказать да, потому что изначально им нравится то, что они делают, это греховное, вот в данный момент было бы очень хорошо, чтобы Господь помог мне решить этот вопрос, а дальше ничего не обещаю Богу, я буду действовать, продолжать жить так же, как я жил. Вот когда мы говорим о молитве, что можно назвать молитвой, вот как вы воспринимаете, что такое молитва? Ну да, как я уже говорила, молитвой можно назвать общение, и общение – это такое двухстороннее понятие, то есть с одной стороны говорит человек Богу, Бог его слушает, а с другой стороны Бог ведь что-то может тоже сказать человеку, и человеку надо Бога послушать тоже. хорошо, Татьяна, вот мы говорим о общении, я думаю, вот я сижу за столом, я хотел бы сейчас пообщаться с Богом, я начинаю, как я с Ним разговаривать должен, я должен читать Священное Писание, я должен, ну какая-то определенная поза, что я должен что-то сделать, обязательно нужно встать на колени, как-то определенным образом сложить руки твои, вот как я могу просто сидеть и разговаривать с Богом, и можно ли это назвать молитвой? Я думаю, можно это назвать молитвой, да. Можно глаза не закрывать, можно руки кверху, в замок, как угодно. Это исключительно культурный момент, это культурный момент, какое положение занимаешь во время, исключительно культурный момент. Итак, молитва для вас, Максим, что это? Контакт с Богом, когда он происходит с Богом, а он может произойти совершенно не так, как мы привыкли это себе представлять. Как сказала Татьяна, мне очень понравилась эта мысль, что если молитва это общение с Богом, то когда я читаю Библию, внимательно и вдумчиво, то есть, когда я молюсь, это я говорю Богу, когда я читаю Библию, он говорит мне, поэтому чтение Священного Писания, внимательное, вдумчивое чтение Священного Писания, это уже молитва. То есть, я могу взять, например, открыть книгу Псалтирь и читая Псалом Покаяния Давида, я могу воспринимать это своей молитвой обращения к Богу, чтение Священного Писания, может стать моей молитвой. Если там созвучие произошло, душевное, созвучит твои переживаниями. С твоими переживаниями. Ты это можешь не выразить даже словами такими красивыми, можешь даже не знать, как это сказать, и ты вдруг читаешь и понимаешь, да я бы этими же словами к Богу и обратился. То есть, получается, это как раз-таки твоя молитва была. Скажите, вот вы говорите, молитва это общение с Богом, это разговор, то есть, когда мы обращаемся к Богу, мы надеемся, что он нас слышит, что нас понимает. А вы никогда не были разочарованы в Боге, в Его решениях по вашему вопросу? Ну вот прям разочарована, наверное, не была, но часто сталкивалась с тем, что не получала ответа на молитву и, ну как-то вот ощущала какую-то пустоту. То есть, такое было, но разочарования, наверное, никогда в вашей жизни разочарования не было. У меня, наверное, нет. Но все-таки, пас, как я могу это разочаровать? Конечно. И все-таки, вы люди, друзья, мы пасторы, но мы те же люди, которые точно так же, как хорошо сказал Сергей, 0,4 градуса и все, и мы не удел. Поэтому разочарование у вас было, может быть, в пасторской жизни? Я в своей жизни как бы подхожу так. Очень часто бывает так, что ожидания, те просьбы, которые мы высказываем Господу, наши прошения, мы не видим ответа моментально, может быть, мы не видим сразу каких-то изменений, каких-то действий, которых мы хотели бы увидеть. Но разочарование не приходит только по одной причине. Священное Писание нам открывает Бога на очень благого, милосердного и сострадательного, самая любящая личность во Вселенной, делающая все, что только возможно для блага человека. И это мы видим с вами через все Священное Писание. Поэтому проходит время какое-то, и мы видим, что не было ответа, это было бы благо. Случилось намного лучшее, намного большее, нежели о чем мы просили, о чем мы помышляли. То есть, не обязательно в твоей жизни должно быть, должно наступить разочарование. Могут быть вопросы. Вопросы, да. Могут быть. Но вопросы не всегда приводят к полнейшему разочарованию. То есть, вопросы – это нормальное состояние, когда ты не разбираешь, ты не можешь понять, почему, ты не знаешь, как, ты не знаешь, что делать в следующем твоем шаге, но такого, чтобы полностью, да, хотя у людей может быть, может быть, и Господь допускает, что это может произойти в твоей жизни, а Бог заслуживает наше доверие Ему? Наверняка абсолютного доверия заслуживает. И это может показаться очень странным, но иногда даже то же самое чувство пустоты, о котором сказала Светлана, или чувство, какое-то чувство неотвеченности на молитву, которую ты произнес, иногда может быть очень красноречивым ответом Бога. Он именно так и отвечает. И ты только со временем поймешь, что это был самый лучший ответ на твою просьбу. Мы знаем, как молиться. Нужно ли просить Бога научить нас молиться? Вот, казалось бы, простой вопрос. Вы говорили, ну, мы говорили, да, можно это общение с Богом, это же просто так общаться друг с другом, как мы сидим сейчас, общаемся. И все-таки вспоминая момент, когда ученики просили, апостолы, просили Иисуса Христа научить молиться. нам нужно просить в настоящий момент нашего Господа, чтобы Он научил нас молиться, или мы знаем, как это делать? Если сами апостолы просили, тем более общаясь вообще вот лицом к лицу со Христом, да, с живым, вот в человеческой плоти, я думаю, нам надо просить. Хорошо, а что мы подразумеваем научи нас молиться? Он должен составить определенный план нашей молитвы, показать? Он должен наставить нас, о чем молиться? Вот что значит научи нас молиться? Ну, Иисус, Он в ответ, как бы на эту просьбу Он дал действительно определенный план. Как бы это не было. То есть, может быть, одним из ответов на вопрос, который Вы поставили, может быть, такой ответ, что да, и форма молитвы, она тоже важная, поэтому, если кто-то не знает, как оформить свое общение с Богом, да, Бог может подсказать, как это сделать, вот именно внешне, как оформить, в каких словах, какой порядок этих слов, это тоже важно в молитве. А смотрите, что происходит, вот когда мы готовимся к определенному разговору, к выступлению, например, на какой-то большой или там маленькой аудитории, мы к этому готовимся, потому что сказать, обратиться к людям, это не так просто, как кажется. Стоит ли готовиться к молитве, если ты будешь говорить с Всевышним? Прежде чем помолиться, нужно ли готовиться к молитве? Что интересно, в стихе, который мы прочитали в начале, мы не знаем, о чем молиться и как должно сказано, да, то есть, мы можем придумывать сейчас какие-то красивые структуры, правильные подходы, но мне кажется, апостолов задело как раз-таки то, что, не то, что они услышали, не слава, а именно отношение Иисуса к молитве, он общался с Богом, как со своим отцом, открытым сердцем, он общался с полностью глубоким убеждением, что Отец его слышит и он обязательно совершит, они хотели получить именно такую же убежденность, такую уверенность в Боге, которую имел Иисус Христос, Иисус Христос всегда говорил людям и своим ученикам, я ничего не говорю, если Отец не говорит во мне, я ничего не творю, если Отец не соделает дела, вот с этой уверенностью он приходил к людям, и видя это, поэтому я думаю, что люди, которые сегодня думают, ой, я не умею молиться, я не могу начать молиться, я не знаю слов правильных, может быть, у меня нет книги Псалтырь, для того, чтобы я хотя бы прочитал что-то, скажите Богу об этом, Господи, научи меня молиться, и откройте свое сердце, какая действительно у вас просьба, пусть это будет два-три слова не связанных, но это будет уже драгоценная молитва для Бога, потому что Дух Святой написано, сам ходатайствует воздыханиями неизреченными, то есть современным языком он переформатирует это, он представит это таким красивым образом, образом, что человек этот обратился к Богу, он осознал свою нужду, он понял свою зависимость, он понял, что ему необходима помощь свыше, и Господь, конечно же, не оставит такую молитву, пусть она будет корявенькой, пусть она будет нескладненькой, пусть она будет, может быть, не по тем ступеням, по которым правильная молитва совершается, но Бог обязательно ответит на такую молитву. Но Ему можно предложить нашим зрителям, по крайней мере, для того, чтобы научиться молиться, есть образец хорошей молитвы, очень наш, который позволит тебе, наверное, осознать, перед кем ты стоишь, с какими словами ты обращаешься к Богу, какая должна быть у тебя просьба, и в этой молитве решением очень многих твоих проблем, когда ты произносишь слова и прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам, все-таки очень интересный вопрос, когда мы говорим, вот нужно ли готовиться к молитве, здесь интересный текст мы присчитали, ибо мы не знаем, о чем молиться. Скажите, когда мы желаем помолиться, мы вообще знаем, о чем будем молиться? Например, вот если бы вас попросили молиться, есть определенная нужда, или обычно люди молятся перед едой, есть какие-то публичные выступления, проповедь, вас бы вот сказали, Сергей, вы сейчас помолитесь, вы в данный момент начинаете сразу думать, о чем вы будете молиться? У вас есть какой-то в вашем сознании все-таки выстраивается определенный план, о чем вы сейчас будете молиться, либо вы не думаете об этом, ну вот как Бог даст, так и помолюсь. Я всегда спрашиваю, о чем бы вы хотели, чтобы мы помолились? И я как бы всегда соизмеряю. Иногда бывает, человек может попросить о том, что не угодно воле Божией. Священное Писание говорит, если бы я видел беззаконие в сердце своем, то не услышал бы меня Господь. И поэтому, если человек меня, допустим, просит, да, мне нужно выгнать человека из моей жизни, из моей квартиры, из моего дома, давайте помолимся, чтобы он быстрее освободил. То есть мы, может быть, не зададим вопрос, а куда он пойдет? Сейчас минус 20 градусов, а что делать? То есть я тогда молюсь уже не конкретно об этой просьбе, о которой просит человек, а чтобы ситуация разрешилась. Хорошо, вы говорите, упомянули угодности. Всякая ли молитва угодна Богу? У нас как минимум дано право с любым нашим желанием, с любой нашей нуждой обращаться к Богу. Как минимум. Это не говорит о том, что все это Богом будет принято, и все Он даст так, как мы Его об этом просим, но у нас есть право любое наше желание приносить. То есть мы можем молиться Богу и о чем угодно. Ну так говорит Священное Писание. Апостол Павел говорит. С любым вашим желанием обращайтесь к Богу. Бог остается личностью. Хорошо, но мы говорим. Я к чему хочу сказать? Мы очень часто думаем, ой, если я Бога попросил, Он обязательно должен сделать. То есть как мы воспринимаем Бога? Это волшебная палочка, выручалочка взмахнула, и так оно должно быть. Бог – это личность. Бог не просто личность, а любящий Творец, любящий Спаситель. И Он хочет дать лучшие. Ведь самые мудрые родители, если ко мне приходит мой сын и говорит, папа, все, хочу мопед. Но я же понимаю, что еще его возраст, его отношение к этой технике, он не имеет той ответственности, которая ожидается от владения этим мопедом. Хорошо. Он может меня просить, и я всегда его услышу. То есть мы всегда можем просить Бога, Он всегда нас услышит, но это не значит, что Он нам ответит. Но все-таки в Священописании как-то говорит, что действительно всякая молитва вообще угодна Богу или нет? Нет, не говорит в Священописании, что всякая просьба угодна Богу. Когда мы говорим о молитве, если мы говорим об обращении к Богу, вот то, что человек обратился к Богу, вот это уже хорошо. Поэтому в этом смысле, да, всякая молитва угодна Богу. Другое дело, что не всякое содержание молитвы Богу угодно. А тут уже нам надо дать ему самому право решать, что ему угодно, а что ему не угодно. Поэтому если у человека есть какая-то нужда, просьба, мысль, чувство, он всегда может ее выразить. Просить обо всем. Доверяйте Богу. Если человек хочет узнать, угодно ли его молитва Богу... Ну, например, молитва может быть мерзостью? Я хотел бы, чтобы посоветовать этому человеку обратиться к Слову Божьему. Вот Слово Божье очень открыто открывает нам его сердце, его волю, его желание. Если мы будем, может быть, в практике своей, перед молитвой открывать Священное Писание, размышлять над Словом Божьим, мы увидим действительно что угодно Богу. Очень часто наши желания, они не совпадают с желаниями Бога. И когда человек, читая Священное Писание, начинает понимать это, к нему приходит это осознание. Ну, я тут прошу очень эгоистично. Или я тут прошу не для, наоборот, не для своей пользы. Это будет все только во вред. Мне. Хорошо, друзья, мы продолжим говорить о молитве буквально через несколько минут. Уважаемые зрители, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые друзья, спасибо, что вы вместе с нами. Эта программа «Познаем истину». Нам очень приятно, что вы стали участниками этой программы. Если вы желаете написать нам, пожалуйста, если у вас есть вопросы, есть замечания, пишите нам, звоните нам, номера телефонов, вы сейчас видите на своих экранах. А мы продолжаем говорить о молитве. Скажите, а чьи молитвы Богу приятнее слушать? Грешников или святых? Вы знаете, в Библии есть такой пример, когда пришел человек, считающий себя более святым, и пришел, ну, прям конкретный грешник. И было написано, что вот этот грешник ушел более оправданным. То есть, я думаю, что любая молитва, конечно, Господь хочет слышать молитву и от святого, ну, так скажем, человека, и от грешного. То есть, вы не выделяете чью-то молитву грешника или святого? Посмотрите, почему я задаю этот вопрос? Я думаю так, например, если грешник молится и просит о покаянии Господа, Господу приятнее это слушать, чем, но святой, который говорит, спасибо Господи, что у меня все нормально, у меня все хорошо. Разница есть или нет никакой разницы для Бога? Хорошо, что и тот, и другой пришли к Богу. Это первое. И хорошо, что молится. Хорошо, что молится. И хорошо, что ощущает себя именно так. Хорошо, что чувствует нужду в Боге, нужду в связи с Богом. Ну, естественно, то, что говорит в молитве человека о его смирении перед Богом, о его зависимости от Бога, о его благодарности Богу, это, конечно, отцу приятнее это слышать от своих детей, чем выражение гордости и надменности. А если бы не было проблемы греха, как вы думаете, молитва существовала бы как средство общения с Богом? Молитва? Всегда. Конечно, я думаю, что если мы говорим, что молитва – это общение с Богом, то если бы не существовало греха, разве не нужно нам было бы общаться с Богом? Ну, там мы читаем, вот Бог напрямую являлся, да, Он ходил с ними, с этими людьми, это было близкое такое общение. И вот я думаю, а если бы не было вот этой проблемы греха, Бог не выгнал бы человека из рая, и все люди находились бы там, вообще молитва – это была бы как форма общения с Богом? Это было бы… Ну, молитва, она подразумевает все-таки какой-то ритуал определенный. Это нечто… В этом есть религия, определенная ритуализированность контакта с Всевышним, с Богом, она есть, это понятно. Поэтому и сегодня, когда я иду к большому человеку, с которым могу говорить один на один, я тоже соблюдаю определенный ритуал. То есть, я пишу заявление, может быть, меня представляют, к примеру, мне говорят, сколько времени это займет. Я почему бы не предположить, что когда Адаму нужно было бы о чем-то очень важном попросить Бога, он бы тоже это сделал бы как-нибудь по-особенному. Не обыденно, а как-нибудь по-особенному. Поэтому, да, молитва, сохранивая форма общения с Богом, наверное, она была бы и без греха, если бы не было греха. А молитва имеет свои какие-то подразделы? Например, это молитва радости, это молитва печали, это молитва покаяния, это молитва благодарности. Ну, тут можно делать очень большую перечень. То есть, она как бы подразделяется на вот такие какие-то основные подтемы? Ну, наверное, подразделяется. Даже вот в том примере, который Господь дал своим ученикам, там, в принципе, видно, что есть какие-то просьбы, есть благодарности. И человек, находясь в каком-то особенном состоянии, он же может, например, только благодарить. А в другой момент, например, он может только просить, вот у него какое-то несчастье или беда, и все его мысли сконцентрированы на этом. Я думаю, что Бог не отвергнет такую молитву. То есть, не должна быть заученная молитва на определенные моменты в жизни, при виде солнца, света, покупки мебели или так далее. Но все-таки действительно мы можем молиться только, например, словами радости, выражать радость по поводу своего ощущения, такого настоящего, просто когда мы только благодарим Господа. Давайте мы прочитаем текст Иоанна Георгиевна, 15 глава, 7 текст. Мы говорим о том, есть ли какие-то определенные предпосылки для того, чтобы Господь слышал нас. «Если прибудете во мне, и слово мое в вас прибудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». О, здесь получается, что удивительные вещи. Для того, чтобы просить и получить то, что мы просим, здесь необходимо, здесь как очень красиво написано, «пребывайте во мне», говорит Христос. «Пребывать в нем, это значит, если желания мои и желания Иисуса стали одним целым, все, чего я не захочу, все исполнится». Ну, это процесс очень долгий. Человек может только-только узнать о Господе. Но мне кажется, для него пребывание в Господе может быть очень простым. Взять Библию, открыть ее, начать читать. Это один такой из аспектов пребывания в Господе. Хорошо, на пребывание в Иисусе Христе – это очень сложная задача для нас. Насколько нас хватает вообще пребывать в Иисусе Христе? Потому что пребывание в Господе, оно подразумевает, наверное, какое-то особое состояние, когда ты практически постоянно находишься с Богом, и у тебя, если так можно сказать, нет времени для того, чтобы грешить. Пребывать постоянно возможно, я думаю, даже в жизни людей. То есть, если человек влюбился в состояние влюбленности, пусть каждый вспомнит себя. Даже если нет этого человека рядом, мы все равно думаем о нем. Мы все равно мечтаем, мы все равно спрашиваем себя, что бы он сказал, что бы он сделал, как бы он отреагировал. Священное Писание приглашает нас любить. Это самый главный мотив, почему мы молимся, почему мы общаемся. Любить Бога. Любить Бога – это значит пребывать в нем. Мы всегда думаем о нем, мы всегда спрашиваем себя, что ему нравится, что бы он хотел, а что бы он сказал. То есть, быть с ним – это возможно постоянно, это не какой-то случайный момент в твоей жизни, когда ты прибежал к Богу, пообщался с Ним пять минут и убежал, и потом все остальное время живешь другой жизнью. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, седьмая глава, седьмой текст. Продолжаем говорить о молитве. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Зачем Богу нужна молитва моя, если Он знает меня и знает все мои потребности и нужды? Значит, не Богу она столь нужна, а скорее, наверное, мне. Это в какой-то, в каком смысле, молитва может в данном случае выступить как процесс даже самопознания в каком-то смысле. Потому что, когда я формулирую мои желания, мои просьбы к Богу, я немножечко лучше начинаю самого себя понимать. Ну и в конце концов, если я взрослый человек, родитель, и знаю все, что нужно моему ребенку, это не значит, что мне неприятно, когда он меня об этом попросит. Интересно. Да, это как бы еще, с другой стороны, свидетельство того, что мы как бы говорим Богу о нашей нужде в Нем, о нашей зависимости от Него, о необходимости Его помощи. Поэтому это все высказывает наше доверие Господу. Мы не таимся где-то и не прячем свои чувства, не прячем свои нужды, а мы открываем это Богу. И все это свидетельствует о том, что мы открыты Богу. Что еще можно желать родителю от своих детей, когда они не где-то там прячутся и где-то там, я не знаю, с друзьями, с одноклассниками решают какие-то свои проблемы, когда они открыты, честные, не боясь, что их осудят, не боясь, что их накажут, приходят и рассказывают. Наверное, для родителей быть другом. И вот это очень важно, что и в молитве мы приходим к Богу как другу, без страха и сомнения, зная, что он настолько любящий, что он поймет, он примет. И поэтому молитва всегда и Богу говорит о многом. Не только нас и меня это она, но она и Богу говорит о многом. Этот человек доверяет мне, этот человек полагается на меня. То есть ты не общаешься с Богом, которого ты называешь Богом, только во время твоих определенных крайностей в жизни. То есть Бог на всякий случай. Это не вера, это не общение с Богом, когда у тебя так, на крайний случай, вот тогда ты с ними ведёшь беседу, а остальное время ты мне не нужен. Один случай такой, в Тихом океане произошло крушение самолёта, и лётчик выпрыгнул, катапультировался плотно, и он посреди Тихого океана молится, «Господи, я не просил тебя 20 лет». Ни о чём. Ни о чём. «Если сейчас меня найдут и спасут, я ещё 20 лет тебя не потревожу». Поэтому, Господи, если ты есть, пожалуйста, услышь мою молитву. А здесь написано «просите и дано будет вам». Почему просим долгое и не дано при этом? Есть, наверное, даже несколько причин. Это одна из них. Если человек просит то, что ему откровенно навредит, и просто Бог по своей любви и милости ему это может не давать. А когда есть очень важные моменты, моменты здоровья, например, моменты счастья твоих детей, благополучия, неужели Бог не заинтересован в том, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были счастливы в семье, чтобы мы могли, чтобы Господь побудил каким-то Дух Святой, побудил каким-то образом, чтобы наши близкие тоже поверили в Господа. Это то, о чём мы, наверное, просим каждый день Бога в своих молитвах, потому что, наверное, у вас есть люди, которые нуждаются в покаянии. Сложно проникнуть во все пути Всевышнего. Это невозможно. Потому что когда я, например, лично сталкиваюсь с людьми, которые просят о здоровье, а оно им не даётся, всё, что я могу сделать, это не объяснить им, а почему вот тебе Бог именно не даёт, а просто вместе с ними поплакать, переживать вместе с ними, потому что я не знаю, почему Бог на такую молитву не отвечает. Это очень реально, это хороший ответ. Я не знаю, и мы должны сказать, я не знаю, почему так происходит. А молитва всё-таки, когда мы говорим, просите, Господь сам предлагает, Он говорит, стучите, ну необходимо действовать. То есть молитва – это какое-то пассивное ожидание то, что должно произойти, или эта молитва – это всё-таки призыв к определённому действию? Молюсь и пассивно сижу, молюсь и активно действую. Ну да, наверное, второй вариант, так скажем, лучше. Если раз мы рассматриваем молитву как отношение с Господом, то получается, что Господь хочет убедиться, что нам это действительно нужно. Но если вот наша просьба, она, так скажем… Повтори. Да, она угодна Господу. То вроде как, если мы попросили один раз, ну странновато, значит, нам не так уж это и нужно. А если вот уже второй раз нам попросили, а может быть ещё что-то сделали для того, чтобы, ну Господу было легче ответить, то, да, может быть, раньше… Хорошо, Бога нужно вымаливать. Вы говорите, один раз попросил, но вроде ещё непонятно, тебе это нужно или нет. Давай проси ещё сто раз. У вас есть дети? У меня нет. У вас нет детей. Но вы, наверное, как ребёнок у своих родителей, вы сколько раз просили свою маму о том, чтобы она выполнила какую-то вашу просьбу? Вам нужно было 10 раз попросить или одного раза достаточно было? Ну, знаете, к сожалению, вот земные родители, они очень разные. И я-то вообще, как правило, не получала. Потому что родила. Всегда по-разному было. Да, и может быть, у меня из-за этого такой вот подход и к Господу, потому что я проецирую вот эти отношения на Господа. Но что-то я хотел добавить к тому, что если мы молимся и действуем, то это также свидетельствует о многом. Если я молюсь и, соответственно, действую так, как молюсь, то это говорит о моём доверии. Да, здесь очень важно. Да, что я верю в то, о чём я молюсь. Иногда человек помолился, ну вот видите, и как бы ничего не происходит. То есть можно помолиться на всякий случай, да? Да. Ну, а вдруг поможет. То есть доверия нет. Вот давайте мы прочитаем Иван Геотмарка, 11 глава, 24 текст. Потому говорю вам, всё, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Если нет ответа на молитву, это значит, нет веры или она очень слаба? Но здесь очень интересно описано. Всё, чего не попросите в молитве, верьте, и дано будет вам. То есть если не веришь в то, о чём просишь, ничего не получится. Я, кстати, сталкивалась. У меня такие молитвы часто были. Я просила, не верила и не получала. То есть всё зависит от количества веры. Действительно, если нет ответа, значит нет веры. Вера – это доверие. В городе наступила засуха. Объединились все церкви, все верующие этого города. Собираемся на центральной площади для того, чтобы помолиться, и пошёл дождь. Будем молиться Богу, чтобы пошёл дождь. И когда все собрались, пятилетний мальчик пришёл с таким большим зонтиком. Единственный, кто пришёл с зонтиком на эту большую молитву. Все взрослые собрались молиться, чтобы пошёл дождь, но он принёс зонтик. И вот доверие этого ребёнка, что молитва совершит, много всем верующим показало, что вера – это не просто просьбы наши в никуда. Вера – это доверие. Бог так сделает. Хорошо, если Бог обещает, говорит… Моё действие, согласие с этой просьбой, с которой я обращаюсь к Богу. Хорошо. Если Господь призывает, что вы стучите, просите, верьте, насколько смело можно полагаться на Божье обещание? Это залог успешной твоей молитвы и ответа на твою молитву, потому что так написано в Слове Божьем? Залог при наличии настоящей веры в Бога. То, о чём мы говорили. Доверие, вера в Бога – это… Когда я верю в Бога, это не значит, что всё, о чём я попросил, Он исполнит. Это значит, что тот ответ, который Он мне даст, я приму с благодарностью. Скорее вот так. Поэтому, да, я когда молюсь Богу, я знаю, что Он меня слышит, я точно уверен, что Он ответит так, как будет Ему угодно. Я с благодарностью этот ответ приму. Это успешная молитва. Это успешная молитва. То есть, я верю, что моя просьба услышана. Моя просьба услышана. Господь – это тот, который готов всегда помочь. Он реально понимает моё состояние. И последний вопрос. У нас осталось буквально 30 секунд. Давайте мы рассчитаем Деяния апостола. Вторая глава, 38-й текст. Пётр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Почему так важно молиться о даре Святого Духа? Дух Святой многое совершает в жизни человека. И вместе с тем в Священном Писании сказано о том, что сам Иисус говорит о том, что Дух приходит по прямому повелению Небесного Отца. Поэтому, если я в чём-то нуждаюсь, а именно, если я нуждаюсь, например, в утешении, сам Иисус назвал Духа Святого утешителем. Если я нуждаюсь в утешении, то я имею право просить о том, чтобы Отец Небесный послал Духа Святого, который может меня утешить. Но я должен об этом попросить Отца. Так говорит Иисус. То есть, Дух Святой всегда готов прийти на помощь. Мы вначале читали текст, что Он ходатайствует, Он готов быть вот таким нашим посредником, нашим наставником. И когда у тебя есть желание молиться, то Он подсказывает, наверное, даже тебе вот эти идеи, эти слова, о чём просить Бога. И если у тебя нет желания молиться, то Он вдохновляет тебя, чтобы ты мог помолиться. Я благодарен вам, друзья, за участие в программе. А мы говорим о молитве. И молитва действительно – это наше общение с Богом, это наш разговор, это нечто личное, что происходит в твоей жизни, когда ты, закрываясь в какой-то комнате, обращаешься только к нему, к своему наставнику, учителю. Ты просишь его, чтобы он помог решить тебе все вопросы. К сожалению, мы живём среди зла. Мы часто сталкиваемся с проблемами, недоразумениями в жизни, потерями. И, безусловно, наша надежда в Боге, к которому мы обращаемся каждый день. Давайте, друзья, будем находить время для того, чтобы молиться. Давайте мы будем непрестанно молиться. Давайте мы будем открывать священное описание, которое поможет нам и в этом вопросе. Сегодня нам нужно иметь тесное общение с Богом. И Он предлагает, чтобы мы пребывали в Нём, чтобы мы могли быть уверенными, что Он готов слышать всякую просьбу. Поэтому обращайтесь к Богу с различными просьбами, которые есть у вас. Он готов отвечать на эти вопросы. Пусть добрый Бог благословит и поможет вам в решении всех ваших нужд и забыл. Всего доброго. До свидания вам, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok